Я еду в центр города, проведать маму и показать бесплатку, которая у нас здесь в городе. У меня прическа сегодня красивая, это значит, когда помыл голову и лег спать. Не знаю, держалка все та же для телефона, надеюсь, он падать не будет, но может скрипеть. Что бы он мог с этим делать, думаю, разберусь со временем. Зато нашла фильтр, как сделать лицо гладким. Я пришла с ночной смены, у меня смена 48 часов и в общем я такая с утра была помятая, пришлось мне разглаживать лицо специальным роллером. Нанести кое-какой мейкап. Я вообще мало крашусь и стараюсь в повседневной жизни не краситься, опять же из-за аллергии на косметику. Раньше клеила ресницы, ну красиво, с наклеенными ресницами очень красиво, но во-первых это очень дорого, 160 долларов в первый раз. И потом каждые две недели обновление ресниц, по-моему, то ли 80, то ли 90. И плюс ты еще каждый раз даешь типы, ну чаевые девочкам. И эти девочки мне сделали такое раздражение, что вообще я не знаю, то ли, ну не знаю в чем проблема, но у меня последние раза три, наверное, глаза были как у черепахи. Поэтому я решила ресницы больше не клеить, отрастить свои. Купила серум для ресниц. Он не сказал, чтобы он так прямо драматически помогает, но чуть-чуть помог мне, чтобы мои ресницы выросли. Выросли чуть-чуть. Хотела немножко поговорить про блогеров-нытиков. Я вообще этот канал больше веду как дневник, как Тарис. Мне вообще не интересно там, чтобы у меня были миллионы просмотров и прочее. Мне интересно как бы сделать запись о том, какие впечатления те или иные путешествия у меня произвели или какие-то истории из жизни, которые, может быть, кому-то будут интересны. Но мне они, несомненно, интересны. Я потом на основе этих историй пишу свои книги. Так, это я уже на трассу выехала. Поэтому здесь надо быть внимательным и смотреть оба. Поеду по медленной линии, пусть люди обгоняют, кому хочется. Вот. И блогеры нытики, значит. Недавно мне попался канат одного. Канат. Подожди, не канат. Канал. Канал. Это я с ночной смены. Я уже слова путаю. Но я не могу. После ночной смены я не могу спать. То есть у меня нет такой возможности. Поэтому я стараюсь сразу включиться в дела, куда-то поехать, где-то погулять на природе. Потому что следующая ночная смена уже не за горами. Поэтому мне нужна энергия для того, чтобы работать. Здесь, в Америке, работать должны все. И в семье, если семья, например, два и более детей, то надо и маме, и папе работать. Иначе один папа не подтянет такую семью, насколько здесь высокие платежи за все. Если, например, в семье одна мама, то ей приходится работать на двух работах, а то иногда и на трех. И дети, разумеется, то на бабушку оставлены, то на нянечку. Ну, разумеется, нянечкам тоже платить надо. Поэтому выбор небольшой. То ли ты работаешь, то ли ты с детьми. И, разумеется, когда я одна поднимала детей, то мне приходилось ходить в эти заведения, которые называются бесплатками или фишками, разумеется. Ну, вот это, куда я сейчас еду, чтобы показать это место, то там очень хорошие продукты. Они с органических магазинов. Практически все продукты органические. И срок давности у них с запасом. То есть это не просрочка какая-то. И благодаря этому я выжила. Дети уже выросли. У меня три сына. Дети выросли. Пошли уже на свои хлеба. Живут отдельно, снимают жилье. Ну, самостоятельные парни выросли. Я их хорошо воспитала. И теперь у меня нет надобности ходить на такие бесплатные, не знаю, как их назвать, учреждения или заведения. Нет уже такой надобности. И слава Богу. Потому что пусть этими бесплатками пользуются беженцы, вновь приехавшие, несчастные, у которых нет еды дома. У меня, слава Богу, дома еда есть. Я хорошо зарабатываю. И, значит, это блогерша. Я на ее канал случайно попала. Ну, мне понравилось. Она там рассказывала о жизни в Америке. О том, как жизнь прекрасна и удивительна. И потом последние несколько блогов ее было просто нытье такое. У нас долги. Мы живем в долгах. У нас есть два дома. Но у нас есть долги. Мы живем на кредитной карточке. Мы путешествуем. Но мы путешествуем на кредитной карточке. Мы у вас ничего не просим. Но дайте нам денег. Помогите. И там было столько хейта в ее сторону, что, ну, как вам не стыдно? У вас два дома и вы глянчите деньги там. Ну, что такое? И она, в общем, расплакалась в прямом эфире. Стала рыдать. У нее истерика случилась. Она стала всем выговаривать. То есть, ну, нормальные люди, нормальные подписчики, которые пришли ее поддержать и которые ее смотрят, они почему-то должны бы слушать весь этот хейт в сторону хейтеров. Вот. И там, в общем, где-то полтора часа, видишь, чешу нос, значит, вру. Это как чешется под носом, значит, вранье. Ну, на самом деле это не вранье. Это просто мое, как сказать, мировоззрение и моя реакция на таких блогеров. То есть, почему люди, которые тебя любят, должны выслушать весь этот негатив? Ну, как бы я на этом ограничилась. Я больше не смотрю ее блоги. И вообще я не смотрю тех блогеров, во-первых, которые матерятся. Это очень большое неуважение к аудитории. И те, которые начинают в прямом эфире высказывать свою позицию по поводу тех людей, которые им пишут гадости. Ну, мне никто не пишет вообще. Мне не пишут ни гадости, ни негадости. Я, может быть, и рада была, чтобы мне кто-то что-то написал. Ну, почему-то я такой вот человек-невидимка. Если я куда-то прихожу, меня не видно, меня не слышно, меня люди не замечают. Хотя я сама стараюсь подходить к людям, знакомиться, общаться. Я вообще общительный человек. Ну, почему-то в обществе. У меня был и фейсбук, и инстаграм-страница, но я их перестала вести, потому что я там просто невидимка. Здесь я хоть сама себя вижу, любуюсь. Ну, очень интересно, что я наконец-то дошла до того, чтобы себя снять на камеру. Переступила какой-то психологический барьер. Я приехала в даунтаун. Потом еще погуляю здесь по даунтауну. Очень здесь есть красивые места, здания. Правда, дороги кривые. У нас некоторые дороги прям вылизывают их, как сказать, асфальтируют. Асфальтируют, ровняют. А есть некоторые улицы, которых как будто бы муниципалитет города не видит вообще. Улицы. Особенно есть одна, тут у нас 112-я улица. Так вот, ее вообще не видят. Там такая улица, ну как, там много машин ездит. Она такая, как соединяет две трассы, как перпендикулярно двум большим улицам идет. И ее как будто не видят. Она такая вся в колдобинах. Хоть бы на нее обратили внимание. Так, я уже почти приехала. И вот она, значит, тоже показывала, как бы, ну людям интересно посмотреть, как здесь бесплатки, как что. И она говорит, что очень большие просмотры на этих видео. Ну, это блогерша. Ой, я не заблудилась тут случайно. Я здесь так редко бываю в этом районе, что не мудрено и заблудиться. Да, кстати, я говорила, что у нас нет палаточных городков. Но сейчас, к сожалению, я не могу повернуть камеру в ту сторону. И получается, что вот эта улица и здесь палатки бомжатские. Палатки, палатки, палатки. О, точно. Куда-то не туда я приехала. Сейчас буду выбираться. Так, здесь вроде четыре. Четыре стопа. Дорога с четырьмя знаками стоп. Слушай, а куда же я приехала, а? Вот, так редко бывает, что даже заблудилась. И она первый день показывает, что она пошла на бесплатку, там продукты набрала. И, ну, спасибо этой стране, что они такое дают, предоставляют. Ну, последнее время, может, как война началась в небезызвестном нам государстве, получается, что все больше и больше людей приходят, чтобы получить продукты. Не знаю даже, как это снять. Парковок здесь нет, боже. Нет, парковка одна есть. Нет, в этой очереди я, конечно, стоять не буду, потому что у меня достаточно еды дома. Ну, я, как я уже сказала, пусть действительно неимущие люди, у которых нет денег, у которых нет дома еды, у которых много детей. которые несчастные бедные люди, пусть они приходят и получают эту еду. Сейчас я попробую снять. Здесь только фронт камера у меня работает. Не знаю, видно, нет. Вот. И буквально в следующем блоге, сейчас я открою окно. Как бы в одном блоге она говорит, что им так все плохо у них в жизни, все так плохо, помогите кто чем может. И в следующем блоге она снимает уже с самого дорогущего магазина. Такие очень качественно дорогие импортные продукты. Там есть из Италии продукты, и из Франции такое. И она тут же снимает, как она как бы 10 сумок закупила. Вот, сейчас сниму. Вот, сейчас сниму. Вот, сейчас сниму. Думаю, что достаточно. Снова.